Так, Анзор, ты всегда отходишь от вопроса, а главное вопрос, кто позвонил, кто ты перекручешь на планы на будущее, сколько детишек и когда мы остановимся, когда мы доедем или до Волливуда или нет, или где-то в какой-то стране найдем поклонницу и остановимся. Олег, я вот одно не могу понять, ты сомневаешься. Что за вопросы такие? И что значит, что вообще такое за вопрос? Доедем ли мы до Волливуда? Нет, он имеет в виду, что ты доедешь, ты хочешь доехать сначала до Волливуда, а потом уже семья, или сначала может семью перерывать мечту про Волливуд? Может с семьей поезжу в Волливуд? Надя, это хрустальная мечта моего детства. Я еду туда каждый день. Куда? В Волливуд? Конечно. Каждый день. Про семью ты думаешь? Естественно. У меня очень большая семья. Про свою? У меня личная семья очень большая, минимум несколько тысяч человек. Адалин, семья. Я продолжу, продолжу. Как семья? Вот в этой семье и зародится моя, как ты говоришь, вот эта вот личная семья, так называемая, личная семья, она там и зародится. Я же не могу специально ходить сейчас, выходить на улицу и говорить, так, я ищу семью. То есть она сама придет? Естественно. А если она придет? Куда она денется? Я понимаю, дай бог, чтобы она пришла. Рано. Даже завтра пусть будет. Не спеши, не спеши. Все нормально. Слушай меня, если у тебя появляется семья, да, появляется какая-то, типа, девушка, женщина, подудетки, ты уже не сможешь жить на столько свободы, как на секторе нет. Так, это типичная мысль. А ты что, не собираешься с женой и с детьми вот так по миру? Надя, ты не понимаешь, ты слишком, ты меня извини, конечно, но ты слишком прямо понимаешь понятие свободы. Можно сидеть здесь вот в этой кафешке, вот здесь вот посадить всю свою семью, 15 детей, дети, понимаешь, сидеть и при этом быть свободным, потому что это же уже внутреннее отношение, это внутреннее чувство, это внутреннее состояние души, сердца, эмоции. Нет, просто как я лично поняла, свобода, то, что вы сейчас планету делаете, сегодня нау страна, послезавтра вторая страна и тому подобное. Так. Семен же хочет одного места. Это женщина. Женщина? Это моя личная семья. Откуда ты знаешь? Нет. Ты говоришь про себя. Нет, я говорю вообще о семье. Ну про женский пол. Ты просто говоришь про всех женщин. Нет, да, да, да. Про многих женщин. Если тебе пойдут дети, детям нужна школа. У них же у школы жизни. Зачем не пробовать? Да, конечно, а потом что дети? Надя, извини меня, в школу ходить глупо. Особенно в ту, которую... Честно говоря, мне жаль твоих детей. Честно. И жену тем более. И жену тем более. Так что девочки, в жены... Ты не первый, кто мне это говорит, Анжи. В жены лучше не записываемся, дети в школу ходить не будут. Мои дети будут ходить в школу жизни. И что вообще? У них школа будет такая, что вот эта школа-то... Я знаешь, почему ушел со школы в седьмом классе? Ну, меня выгнали, я ушел. Выгнали, выгнали, подробнее. Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что мне было в ней скучно. Я там больше ничего не мог получить. Я там страдал от скуки. Я просто терял веру в человечество. Когда я сидел на задней парке, мне каждый раз... А зачем ты спущаешь в школе? Ты отучился несколько часов, а потом все время твое. Делаешь так? А в моем мире и так было все время. Я все равно в этой школе не сидел. Я за школой находился. Там было... Сколько ты прогуливал? Ты не был учеником нормальным. Это не я прогуливал. Это учителя прогуливали мои уроки на задней части школы. Они всем своим детям рассказывали какие-то вещи. Вместо того, чтобы прийти и посмотреть, как настоящая жизнь протекает. Понимаешь? А, но извини, если у тебя пошли по жизни неуданными, как говорится, учителя это уже... Да, да. Мне не повезло с учителем. Спор у нас. Не повезло. Им со мной повезло, а им не повезло со мной. Ну да, с тобой. С тобой точно не повезло. Сколько там спорить надоело просто учителям. Так что о семье так. Суть, Надя, вообще, если так уж серьезно говорить, суть заключается в том, что семья это самое большое святое счастье у человека. Семья это самое дорогое. Но надо понимать вещи нормально. В каком плане? Если ты семья, понимаешь, очень много людей живут несчастно, несмотря на то, что у них семья есть. Почему? Не потому, что у них есть семья. Не потому, что у них нету семьи. Потому, что они внутри не могут состояться. Потому, что они не могут реализоваться. Реализоваться, точнее. Они не могут реализоваться. Из-за того, что ты сейчас сядешь, как ты говоришь, грубо говоря, отношения. Я сейчас говорю, ты будешь ты сам находишь мужик, да? Ты жена. У вас появляются детишки. Слава Богу, если у вас появятся детишки, ты хотя бы за этих детей зацепишься. У тебя будет хоть какая-то надежда. Потому, что женщина, в первую очередь, ее путь, это в принципе дети. Да. У мужчины путь, это состоятельность, то есть состояться в жизни. Конечно, если эти две вещи у вас совпадут, то есть он состоится, ты состоишься в детях, это будет счастье. Ну, знаешь, почему так много матерей-одиночек в этом мире в данный момент? Как ты думаешь, почему? Ну, объяснили. Потому, что не происходит вот этого слияния двухну, не происходит, не происходит слияния сердец. А знаешь, почему? Почему? Потому, что, значит, у нас сейчас такое время, что сначала делают детей, а потом создают семью. Очень прикол. Они сначала не делают семью, а потом уже думают о детях. Сначала, а так, а, все, я уже жду ребеночка, давай делаем семью. Правильно говоришь? Ребеночек рождается, получается, родители уже, которые там имели как-то три раза четыре. Все верно. Все верно. Все верно. Все верно. Все. Молодец. А я зато говорю, что если создавать семью, уже потом планировать детей, надо уже иметь какой-то фундамент для детей. Извини, но нельзя бы так сегодня с ребенком, или сегодня живу в Италии, завтра я уже живу в Австрии. Мне кажется, для моих детишек это будет чудесная школа. Сегодня живу в Австрии, завтра в Италии. После авто они будут говорить на французском? Нет. Детям это тяжело. Они не могут перемещаться. Оттуда ты знаешь, как детям тяжело? Я знаю, потому что... Ну, материнский, это материнский... Перемещалась? Да, я перемещалась. Сколько раз в жизни переехала? Ну, все равно. Тяжело для ребенка. Сколько раз в жизни переехала? Нет, слушай меня. Тяжело ребенку. Тяжело ребенку. Надо делать так, чтобы ребенку было хорошо, а не тяжело. Ну, знаете, мужчины думают так. Вот, Надя у нас представительница женского пола общего, а мы мужского. Права и Надя, и Анзор. Ну, в общем, мужикам, как сказать, мужчинам. Своей особей не надо. Мужчинам не надо? Нет. В семье не надо? Нет, не надо. Потому что мужчины сегодня... Одно себе заодно не создают торгую семью. Неправильно. И сейчас многие мужчины так делают. А потом говорят, типа, а мы бы не сошлись с характером. Извини, деткам я помогу, а жена и там далеко-далеко. Это неправильно. Ну, неправильно, конечно. Надо семью беречь, правильно. И жену, и детей, и все. А что, сейчас берегут люди семьи, не берегут? Я согласен. Сейчас, там, пойти расписаться, типа, что мы уже семья, завтра расписаться, что мы уже не семья, а вот так. Вот видишь, ты сама, в принципе, ответила на мой же вопрос. На свой же вопрос заданный мне. Сама на него ответила. В том-то и суть, что не должно быть вот это, сегодня расписался, завтра разбежались. Это и так. Я каждый день вижу. Я каждый день встречаю матерей-одиночек. Они страдают, они бьют слезы, слезы на мои плечи. Понимаешь? А почему такое, на твое мнение, почему остаются матерей-одиночки? А не отца-одиночки? Потому что отец сказали, все, я завтра люблю другую, и все, извините. Нет, уно моменту, уно моменту. Потому что детей... У моменту. Кому отдают детей, в первую очередь? Естественно, женам. А отец, вы сейчас не судите за детей. Им не надо обидеть детей. Им проще выслать какой-то человек. Им проще выслать какой-то человек. Какие у нас тут споры телезрители. Ты не права? Я думаю обои правы. Я буду судьей. А ты вообще молчишь. Он свободный человек. Он имеет право на полную свободу, на полную патчангу, на свое слово, на свою жизнь, на свою честь, на свое имущество и на все остальное. Смотрим. Ну я тебе знаешь, как скажу... Ты очень четко и нормально все мысливший. Молодец. Готово. Ты что еще в своей жизни? Ты ищу семью? Ну, рано или поздно я захочу сейчас семью. Рано или поздно. Сейчас ты ее ищешь. Сейчас я ее не ищу. Почему ты ее не ищешь сейчас? Что от тебя сейчас? Потому что я сейчас не готова еще для семьи. А, ты не готова? Нет, я не готова до семью. Что такое быть готовой для семьи? Я не знаю, это надо, наверное, внутри чувствовать себя, что такое не готовое ей. Ты не чувствуешь? Нет, я еще не знаю. Я хочу жить, радоваться. Нет, я хочу жить собой спокойно сейчас, без никаких обязательств, потому что семья это для меня – нате21, потому что для чего создавать семью. Жить с каким-то человеком как только как просыпаться, вечером так же. А зачем создавать семью, поможетiendo он такойproduци Before They Own They wererideονences. Если был человек, то понятно, что заключеноと思います. Да, поэтому дети это уже обязательство, потому что ты уже мать, ты уже отвечаешь за это. А если ты отвечаешь за это, ты уже думаешь, что всё по-другому. Или так, что я сегодня пришла домой, зашла к сыну, и через полчаса сходишь, ты ушла. Молодец, молодец. То есть ты пока не готова к ответственности? А что? Может, угодик, может, максимум два. Да, я понимаю, что... Понимаешь ты еще, почему сейчас девочки будут замуж? Ну, потому что... Вот на Украине, вот мой брат в городе божанится, да? И его девочке будет 22 года. Знаешь, нормально. Для Украины это норма, 22 года, это уже даже, кажется, старый. Может, он уходить замуж, потому что там принято 19-20, и все замуж. У вас пять уже на пенсию? В 25, у них уже двое детей, у них уже полностью семья. И в 30 расходятся, становятся сами. Ну и в 30 лет, как я сейчас имею. На Украине вообще уже старый. Потому что, кстати, ты уже не сможешь ни родить, ни завести семью. Потому что ты уже списан. Там тебя уже списали? Да, мне тоже списан. Хорошо, что у тебя есть Италия. Какая чудесная страна. Вижу, а ты спрашиваешь, зачем перейти, а? Зачем двигаться? Нет, ну вот видишь, потому что если бы я осталась на Украине, бы тоже уже глаза, бы уже бы имела такие идеи, и кто-то знает, как бы я жила. Потому что это обычай, потому что вот надо вот это. И сначала, потому что на Украине такой интересует сначала. Выходит, потому что вот та подружка вышла, та подружка, та подружка. Потому что она более-менее нормальная, я могу выйти замуж, развести 100 месяц времени и тебя развили. Но ничего оттуда не стоит. То есть туда потом дети, ну ничего не дети, а потом поделись. Вот такой менталистик там. Так что на Украине. Тебе так не нравится? Может, если бы это осталось, я бы это приняла. Потом я переехала сюда, посмотрела на это все, с другой стороны. И реально сейчас приезжаю на Украине, и просто... Ты развиваешься? Они мне говорят, вот мы тебе завидуем, потому что просто свободно. Потому что дома муж, дети, муж, дети. Проблемы тяжело. Конечно, что тяжело, тем более, если не хватает ни денег, ни ничего, и все без работы, потому что кризис, да? И начинает думать, что завтра ребенок пытается покушать, потому что делает по двое-трое детей, потому что делает, делает, делает. Сначала делает, потом думает, можем ли содержать. Так, Надя, и какой у тебя совет? Мы присоединяем к нашей Римской Пере, не волнуйся. Больше дети не будут голодать на Украине. Да они не голодают. Надя, при реву. Какой это наш совет женщинам? Мне не советую женщинам, потому что каждый человек посчитает на Украине. А что делать женщинам, которые оказались в той ситуации, сидят на Украине и просто нет выхода? Что бы ты посоветовала? Я им ничего не советую. Может, кто-то думает рвануть там Виталю в Европу? Мне так просто выехать в Италию в Европу. Приедет женщина Виталия и что здесь? И что ее ждет? Скажи на своем опыте. Что ты увидела здесь? Нет, слава богу, я увидела все нормально, потому что у меня мама Виталия. А наслышано, что происходит? Я не хочу в этом опыте. Надо делать свою работу. Ну, не так легко здесь, как кажется. Нет, не легко. Вот кто-то там представляет Италию. Вот я приеду. Тут у меня приедет принц на Феррари. Будет возить по Риву. Показывает. Это принц на Феррари. Здесь принц на Феррари. Просто вы ждете прямо на границе встречи. Не верьте вот этому диалогу сейчас. Принц на Феррари сидит здесь. Показываю. Не верьте в Италию. Я вас не только на Феррари покатаю. На ночном автобусе. На ночном трамвае. На паровозе. На дирижабле. На канате. На всем всем угодно. Мечты сбываются. Обращайтесь к консору, если нужно о Феррари. Мечтайте и двигайтесь вперед. Все сбудется. Только было бы желание. Было бы желание. Не бойтесь трудностей. Не бойтесь препятствий. Не обращайте внимание на то, что вас тянет назад. Всегда смотрите туда то, что вас двигает вперед. И все будет четко. Ничего, что я так плачу. Твою тему. Твою тему. Просто я как человек. Я должен вносить некоторые коррективы в эту жизнь. Понимаешь? Римскую жизнь. Я не могу со свободным сердцем наблюдать за этим всем. Я каждую ночь плачу. Я вижу рабство людей. Все можно плачу? Каждую ночь я плачу. Каждую ночь. По ком? Потому что мы и катакомбы. Ты знаешь почему? Катакомбы, в которых я живу. Мои римские катакомбы, в которых я живу, настолько сырые. Не только потому, что в 2000 лет я у них жил Юрий Цезарь. Не только поэтому. Потому что я каждую ночь плачу за то, что я вижу этот мир, который находится в полном рабстве. Такая поэтическая фраза вот вырвалась. Да. То есть вы не обращайтесь, не думайте, что человек... Каждую ночь. Мое сердце может водить прекрасный день и выдержать это. Но я заправляюсь эспрессо. И благодаря улыбке вот этих милых итальянцев я двигаюсь дальше. И также, конечно, у меня есть поддержка моя чудесная, великолепная банка потяковцев. Которая дает мне энергию. Которая дает мне задор. Которая... Которая верит, что мир именно такой, который ты его в своей голове создаешь. А не такой, какой он кажется в физическом сознании. Этого всего нету. Это иллюзия. Это иллюзия. Но немного меня от этой иллюзии зависит. Как бы ни крути. Мы зависим только от своих мыслей. Даже если... Но даже если ты... смотри. Ты живешь законно, да? Но все равно. Чтобы путешествовать дальше. Тебе нужны какие-то финансы. Как бы там ни было. У меня денег, как грязь. Я понимаю. Откуда они с воздуха не падают? С воздуха? Как? Ты думаешь, что я работаю? А расскажи, как? Я похож на человека, который работает. Посмотри на меня. Короче. Нет. Просто все равно. Слушай меня. Просто все равно. Ты говоришь за свободу. Тебе ты говоришь, что вы деньги там, вот как грязь, там туда сюда денег полно. Я мне деньги вообще не интересует, если уж я... Но без денег ты не можешь, ребят. Можу. Как? Просто, элементарно. Делаешь не в деньгах. Деньги. Так, сейчас тема о деньгах. Что такое деньги? Деньги это то же самое, что допустим я... Вот смотри. Вот я встретил Олега. Так, к примеру. У Олега есть машина. Всем привет. Это тоже самое, это то же самое, это средство. Допустим, если у меня есть деньги, я могу подойти взять такси. Правильно? Правильно. Так же? Но у меня есть Олег. Мы убрать свободный, почему? Я могу сесть в его машину, и мы едем сейчас дальше пять стран. Ну, чтобы ехать от этой машины страны. Заправлять нужно. Ну, найдутся люди, которые заправят... Зрители, заправляйте нам машину и ставьте лайки на видео. Найдутся люди, потому что для них, для людей некоторые деньги являются... Они на них молятся. Для них, для нас, мы не делаем из денег культуру. Знаешь, мы просто двигаемся. Это очередное средство. Раньше нету, есть сегодня деньги или нету сегодня денег. Все находится здесь в голове. Когда ты отпускаешь ситуацию, вот ты просто отпускаешь ситуацию, тебе становится легко жить. Когда ты в месяц ситуацию не отпускаешь, когда ты думаешь, так, как вот сегодня... Ты напрягаешься, на тебя давит вот эта масса, на тебя давит тот самый атмосферный стол, который тебе не дает. Даже свободно мыслить, как только ты ситуацию отпускаешь, и свободен, тебя уже не волнует. Деньги тебя уже не волнует. То, все, 5-й, 10-й, все само по себе приходит. Только потому что ты мыслишь в этом направлении. И все. Только из-за этого. Успокоиться, успокоиться, ты. Я не успокоиться, когда я говорю о свободе и мечте. Будет драка или нет сегодня? кстати это многие зрители в комментариях задавали этот вопрос спорная режим час как подожди а как можно на работу ходить с улыбкой нет хорошо от если я хочу работать даже на фабрике когда я работал ненавидел эту работу мне нужно было ну а вот свое сейчас нам нравится видео с обзором смотреть если получится когда-нибудь заработать это будет здорово нет это не легкий это творческий заработать это творчество это тем более это дело не в этом ты можешь зарабатывать даже вот эти вот штучки суть то не в этом другое дело как ты к этому относишься если ты домой вечером приходишь и ты думаешь блин завтра мне опять продавать эти штуки и ты из-за этого страдаешь все верно говоришь молодец молодец друзья я вас хочу познакомить прямая потом смотрите это лейла если вы знаете историю то основатели рима были ром кто был основателем рима роми рэм правильно их скормила волчица их скормила волчица вот это является рома 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 собака немножко я вот